так уже третий кусок подряд записываю игры так чё нас флот возвращается сюда я хочу его починить или улучшить достроить вообще надо так флот 1 давай два корабля строим затерянные в космосе сигнал который мы перехватили оказался криком о помощи с корабля на орбите планеты канидес b3 корабль не выдает никаких тепловых сигнатур и похоже дрейфуют для выяснения судьбы его экипажа запущен особый проект конечно изучаем да ё-моё скрижали чужаков примерно 5000 лет назад кто-то воспользовался лазером орбитальной добывающей станции чтобы украсить поверхность планеты фельдозир 2 письменами теперь эта планета представляет собой небесное тело северное полушарие которого в подробностях повествует о превратности жизни инопланетного наемника нет приказов ребуч один звездные действия мы открыли секрет сбора и хранения нитей звездной материи из которой сотканы пределы этой вселенной этому ценному и редкому ресурсу можно найти самые разные полезные применения лично так пока у них у нас их нету тут исследование будет физические исследования так значит кораблик мы пока дальше отправим вот сюда ты-то кстати интересно пока изучим систему следующую особый проект завершён и члены экипажа корабля найдены мертвыми значит еще большее беспокойство вызывает то что они похоже были убиты какими-то высокоразвитыми мозговыми паразитами ухты которые заразили их и свели с ума однако ведущая ученая экстра интуиция слизень сумела защитить наш собственный экипаж от инфицирования ухты изучение обломков а куда ее дальше отправить вот сюда навстречу той аномалии так здесь изучил обломки и давай куда его давай сюда что ли так физика комплекс обнаружения так ну давай чуть-нибудь побыстрее синий лазер пускай поизучает так я думаю надо строительный корабль один сделать так какие-то чужие еще появились так давайте устанавливайте контакты так чё там схватили они о контакт левиафан а где ребятский народ погружен в молитвы гигантское существо обнаруженное во тьме заставило многие жители государства опасаться за свой разум или усомниться в своей вере в бога являются ли эти гиганты хранителями любой жизни и того кто ее создал или ее врагами без испытывают нашу веру или это свидетельство славы господней ну давай свидетельство пусть пусть будет а где левиафан так исследование городской район плюс жилье здоровье кроветов регата станции добывающие ну и штурмовика изучай так по планетам посмотрим так но тут есть кому виды деятельности занимать артисты появятся появятся блага так не то планета два техника и будет прирост электричества давай еще район пускай строится так на основной планете так пускай все нормально управление флотилией давай лучшим а а это вторая угасшая империя стагнационный режим ксенофилия ухты ребята вот радость а мы думали что еще несколько веков не увидим вас в космосе а мне так и вовсе казалось что вы друг дружку перебьете задолго до того как выберетесь из своего гравитационного колодца но так даже лучше халат небесам где они там вот они значит смотрим если это если это ксенофилы так есть и токсенофилы но мы-то нормальные ребята мы то это самое а вот это кто это спиритуалисты но они не должны друг с другом воевать я так думаю значит войны в небесах не будет они не противоположные так строим станции открыли границы ооо спасибо это отлично и Субтитры делал DimaTorzok Жестянщики. 10 корветов. Ой. Пускай фрегаты достроятся. У минералов, конечно, корт наплакал. О! Традиция, наконец-то. Ну, давай это изучим пока. Надо что-то строить, чтобы единство производило. Ну, пока до туда население дорастет. Так. Так, лаборатории. Вот лимит для планеты 1. Давай построим памятник аборигенам. Лимит Роя Дайсона. Роя Дайсон. Ух ты. Давай, пускай изучает Роя Дайсона. Мы, кстати говоря, так и не построили никакую дуговую печь. Итак, странники вернулись. Рады вновь вас видеть. Мы вас ждали. Какой будет наша судьба? Судьбоносный вопрос, не утративший актуальность. Хотя до вас его задавали многие. Цена этого вопроса высока, но мы можем дать ответ. Знаете, покров позволяет нам видеть события, которые еще не произошли. И это знание позволит вам не сбиться с пути. Но ни одно событие не в силах привести к поистине грандиозным переменам. Если вы решитесь заключить эту сделку, знайте, ваши устремления должны ограничиваться лишь более тщательной подготовкой. Но какие же грандиозные планы можно построить, лишь украткой заглянув в будущее? Ну а че, давай заплатим. Покров дрожит, он говорит без голоса и всеми голосами разом. Бесчисленные нити времени, исходящие из этого момента, слились воедино. Здесь и сейчас. Путь в будущее становится все яснее. Ритуал предсказания начинается. Я вообще-то хотел построить... Мега-сооружение. А у нас что, у нас опять единства нет? И сплавов нет? Это зараза, а? Ну ладно. Те негодяи тут расширяются, смотри-ка. А вон еще кто-то есть. Неизученная система. А, это Левиафан что ли? Загадочная крепость. Обнаружено одноаранское общество. Мы обнаружили неизвестную цивилизацию на планете Ракарон-4 в системе Ракарон, еще не вышедшую в космос. Она недавно вступила в промышленный век. Электричество и двигатели внутреннего сгорания получают все более широкое распространение. Нам следует построить над планетой наблюдательный форпост и изучить ее более пристально. Так, а где это? Классно бы урвать себе эту систему. Так, ну он пока ее изучит. Так, модернизировал. Ну-ка. Так. Продолжение следует... Вот, кстати говоря, у нас тут звездные нити. Давай-ка добываем. Раскопки завершены. Наше исследование позволило заглянуть в прошлое, увидеть рвение и отвагу... Так, рвение и отвагу древних исследователей. Судя по всему, капитан использовал космическую хоровую, чтобы мотивировать экипаж и отдавать приказы. Возможно, команда даже подпевала. Наши археологи предлагают сохранить это представление для музея. Что же, до самой песни мы перевели найденные тексты и загрузили в базы данных. Теперь уже наши собственные моряки распевают свои варианты космических хоровых, что поднимет их боевой дух и эффективность. Так, но петь не будем. Субсветовая скорость плюс 10%. Так, все, раскопки завершены. Раз раскопки завершены. Так, тут еще артефакты. Потом, значит, построить здесь. Значит, надо тебе летать на изучение каких-то систем близлежащих. Вот сюда, например. Так, тут что? Все работают, изучают. Так, контакт. Большое и агрессивное. При входе в систему TuneOrd наши сенсоры уловили странный сигнал. Изначально мы решили, что это просто крупные астероиды, но быстро изменили свое мнение, когда эти объекты агрессивно отреагировали на передвижение в космосе, даже на таком большом расстоянии. Рекомендуется наблюдать за этими существами и желательно с безопасного расстояния. Так, процесс продвигается. А потом тут форпост пускай строит. Так, аномалия. Так, ух ты, что это у нас? Дармуга, наш посол в армониканском звездном содружестве, слишком охотно следует местным традициям. Позабыв о ребятский ом пацифизме, она яростно отстаивает необходимость увеличения военного бюджета и ведения более активной внешней политики, открыто восхваляя армониканский милитаризм. Узнав об этом, многие потребовали отозвать посла и напомнить ей о ребятских их традициях. Однако их оппоненты указывают на то, что наличие посла, способного понять носителей иных взглядов на мир, может оказаться полезным в непростых дипломатических ситуациях. Пускай, пускай работает, чё? Так, это у нас строй 3. И мы его отправим... Ладно, сейчас изучат. Так, ну если комплит, значит вот сюда давай. Дальше, поближе к этим кугасшим. Ё-моё! Сложнейшая аномалия какая-то. У нас чё, третий навык всего. Но оставим её пока. Так, давай вот сюда. Так, изучили эту. Ну, давай вот сюда. Так, а строительный третий корабль здесь? 270 влияния. Давай строим. И потом солнце, вот этот мир континентальный заберём. ЖИВЫЕ КРИСТАЛЛЫ Аномалия, обозначенная нами как цивилизацией чужихи, на практике оказалась сложена из неких кристаллов. Любопытно, что они могут перемещаться в вакууме и при необходимости защищаться. Признак того, что они могут быть живыми. Наши исследователи изо всех сил стараются узнать о них побольше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, сейчас какая-то аномалия тут. О, это чё? Так, значит, эпос на монолитах. Растабан-4 является необитаемой и даже непригодной для обитания планетой, но гости на ней бывали. Её поверхность усеяна высокими кенотафами, высеченными из какого-то минерала нездешнего происхождения. Очевидно, их оставила здесь раса космических путешественников со склонностью к искусству. При помощи плавных линий на монолитах умело изображена чья-то история, но столь фантастическая, что она, конечно же, является выдумкой. Конечно же. Так, это что? О, это у нас какой-то чиновник. Так, ну давай прочитаем. Это значит знаменитый какой-то идеал. По одежде и украшениям сестры можно догадаться, что ей не чужд богатый образ жизни. Она кланяется и произносит, я предлагаю вам свои услуги губернатора и дипломата. Заключите со мной союз, и я помогу вам обрести влиятельных друзей в каждом уголке галактики. Так, какие у него пацифизм? Посол. Ветеранский класс. Так, что у нее? Дипломатический вес, максимум доверия, доступные послы плюс 2, если она советником будет. Ксено-лингвист, максимум доверия, крепкие связи, ежемесячное влияние, бонусов прилично, а что содержание? Ну, так, расскажите о себе побольше. Я выросла в сестричестве магнитара Алисум. Пройдя обучение, я, как и другие сестры, получила должность на другой планете. Несколько лет я работала там советником, и без лишней скромности скажу, что добилась определенных успехов. Почему вы хотите работать на нас? Я считаю, что мир единственный залог устойчивого развития галактики. Мало кто по-настоящему подкован в искусстве дипломатии. Думаю, вы способны оценить меня по достоинству. Вы все еще служите сестричеству до самой смерти, но, пожалуй, лучше будет продолжить этот разговор за чашечкой чего-нибудь горячительного. Давай нанимаем, че? Это интересно. Так, лидеры. Это у нас чиновник. И куда ее воткнуть? На совет надо воткнуть. Так, а что у нас с правительством? Так, вот этого надо бесполезного поменять. Выберем вот этого. О, совет. Послов получили. Так, а кто у нас там? Родная планета. Так, вот этого, которого мы поменяли, мы куда дели? Так, и у кого там черты-то у кого есть? Подожди, а вот. Нет. Бездействующий лидер, а кто бездействующий-то? Командует жестянями, управляет колония. А, подожди. Ну какой-то должен этот чиновник быть из Совета, который был. А вот, управляет Реп. А в чем проблема? Ну и пускай сидит, управляет. Ничего не понял. Ладно. 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 Продолжение следует... Кстати говоря, о послах и о первых контактах. Тут у нас двое работают. Один в ангенторной сети, а один давайте назначим. Ух ты! Мудрец-экстрасенс. Хотя пси-таланты редко проявляются в зрелом возрасте, нельзя назвать это чем-то неслыханным. Мудрец-воид в последнее время демонстрирует способности, подозрительно похожие на псионические. Полный тест на экстрасенсорную чувствительность определил, что он является псиоником четвертого класса. Ух ты! Получает черту экстрасенс со следующими эффектами государства. Значит, привлекательность руководящих принципов 10 и ежемесячное влияние. Так. Отлично. Что там в правительстве у нас? О! Экстрасенс. Симпатично! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Четыре клерка Соброшенный парк развлечений Сооружения на Луне Растопан-3А Не такие старые, как мы поначалу решили Это что-то вроде площадки для игр или парка развлечений Ведущий ученый Экстраинтуиция Слизень Отмечает, что многие механизмы являются чрезвычайно сложными творениями Благодаря которым мы можем узнать много нового И что для инопланетных строителей Эти постройки могут быть ультрасовременной матрицей датчиков Или даже гигантской арт-инсталляцией Так или иначе, мы, ребята, воспринимаем все это главным образом Как место, где можно отдохнуть с детьми Так, нет приказов, говоришь Давай-ка, изучаем аномалию здесь Социология Так, что у нас? Оборонительная армия, ячейки сооружений Модификатор государства Так, надо бы изучить хотя бы ради одной ячейки Непригодные квадраты Опасная дикоприрода у нас один есть Тихо Поглотитель энергии, это что? Адаптировав метод Теянки по перекачиванию энергии Из газообразного вещества Можно создать оружие Отбирающее энергию у вражеских кораблей Нифига себе Жгутика мебы Ладно Давай ячейки пусть изучает Потом еще что-нибудь поизучаем Так, что-то с контактом Обнаружен четкий сигнал Так, пускай дальше изучает Система изучена Аномалия найдена Так, вот тут сложнейшая какая-то аномалия Ученый у нас пятого уровня В принципе, давай-ка изучай Хоть у него и нету Скорости изучения аномалии А этот у нас что по уровню Ну, это четвертый послабее уровень Может и компенсирует Конечно, то, что у него там Скорость изучения аномалии есть Я 10% фигня Так, а у этого что? 10% аномалии Тоже 10% Так, семя Так, поехали вот сюда изучать Так, кристаллические организмы Наши исследования Исследователи закончили изучать отчеты О необычных дрейфующих кристаллических объектах Из системы РЕП Результаты оказались просто поразительными Объекты размером с корабль И их немного меньшие Но тоже напоминающие кристаллы-спутники Сперва казались инертными Но внезапные изменения в их расположении Относительно наших кораблей И новые энергетические сигнатуры Исходящие изнутри призм Указывают на то, что возможно Они являются живыми существами Конечно, это удивительная вещь Но к ним нужно приближаться с осторожностью Наши лучшие умы готовы Приступить к изучению этих существ Так Мы можем научиться Сосуществовать Давай Так, особый проект Это будет здесь в журнале Приманка Тианки Так, усмирение кристалла Давай Изучаем Что там про Тианки Так, нет приказов Встреча в звездной системе Так, новые ребята какие-то Это вон где Посол у нас есть Назначаем Так Так, этот туда летит Этот Тогда давай с проектом Исследовать проект в системе Космический мир Ух ты И тоже нажимаем мы Можем научиться Сосуществовать Так, журнал Это исследование идет Это тоже Физическое Значит после После кристаллов Можем научиться Сосуществовать Так, это кто у нас Это главарь наш Статистика Темп исследования Интересно Мы у них Система Можем поизучать Там наверное Аномалии Никаких не будет Ничего не будет Ройс Ранчи Ух ты Аномалия Так Изучил Давай сюда Вокруг Поизучаем Мне вот эту Систему охоту Станцию наблюдения Построить И в солнце Потом мир взять Опа Научный корабль Отдыхает Да ну Давай к аномалию Изучаем Корабль с газового Гиганта Активное сканирование Планеты Идели Мар В1 Помогло Обнаружить В атмосфере Газового Гиганта Объект Который Может Оказаться Крупным Кораблем Судя по Окружающим Его Обломкам Другие Расы Уже Пытались Изучить Эту реликвию Далекого Прошлого Чтобы Выдержать Огромное Давление Атмосферы Корабль Должен Обладать Очень Прочной Конструкцией Ведущая Ученая Экстраинтуиция Слизень Предложила Организовать Исследовательскую Экспедицию Ну что Вытащим Конечно Окутанный Знак Локуса Что это Какое-то Интересное Событие Или квест Как и Предсказывал Проницательный Орден Покрова Призошли Изменения После Неожиданного Сплеска Псионических Возмущений Корабль Рябуч 4 Был Захвачен Покровом Да ну Словно Колоссальная Волна Пространства Время Объяло Судно Еще Несколько Секунд Оно Передавало Данные Телеметрии В числе Прочего Мы увидели Как тела Команды Начали Изменяться Принимая Новые Причудливые Формы С тех пор Остаточное Изображение Призрак Корабля Несколько Раз Ненадолго Появлялась В секторе Изучение Этого Феномена Позволит Нам Лучше Понять Судьбу Корабля И Экипажа Цепочка События Окутанный Плюс Один Изучение Окутанного Корабля Вихрь Джебенз Создает Особый Проект Странное Остаточное Изображение Да Ну Нафиг Нифига Себе Исчез Корабль Так Ну если корабли Сейчас Что у нас По лидерам Можно Одного Создать Это у нас Будет Ребуч Шесть Уже Наверное Так Здесь Исчез А этот Аномалию Сложно Изучает Надо Строить Корабль Научный Строим Это Будет Шестой Ученого Нанимаем И Отправляем Сюда Так Посмотрим По планетам Пока Без изменений Особо Может на них Напасть Хотя Ладно Пускай Будут Что Что там Контакты Содружество Что там Со Шпионажем Потихоньку Все Проходит Спор Информация Нет доступных активов Где эти активы Взять Ладно Пускай Короче Все Эта полоска Заполняется Не знаю Что это значит Так Обнаружена Космическая Цивилизация Так Продолжается Первый Контакт Так Тут У нас Что Изучил Кто Что О Тут Аномалия Есть Изучаем Минералы В кристаллы Фабрики Газов Броня Ну что Давай потихоньку Изучать Всякие Эти Фабрики Так Тут Будет Проект Сейчас Изучаться С Тиянками Беззвучный Крик Где Это Мы Обнаружили Окаменелые Останки Гигантского Брюха Ногого Внутри Огромного Куска Льда Кружащего Над Планетой З Р 66 Подобных Форм Жизни Мы ранее Не встречали Глаза Его Свере Посмотрят Вперед Щупальца Вскинуты Вверх Вверх А морду Исказила Ужасная Гримаса Будто Застывшая В молчаливом Крике Следов Разума У данного Существа Не наблюдается К сожалению У нас Сейчас Нет Технологии Позволяющих Вернуть Его К жизни Выкинуть Нам Даст Влияние Музей Социологические Исследования Извлечь И сохранить Образит ДНК Для будущего Использования Ну давай Попробуем Извлечь Так что Приказов Нет Да Говоришь Тут Какие-то Враги Скитальцы Осколыши Ну что Идти сюда В сторону Красных Этих Ребят Или Давай Вот эту Попробуем Если что Назад Так Корабль Научный Построился Нанимаем Ученого Вибуч 6 Так Пул лидеров Я думаю Недавно Обновлялся Почитаем Всех Что-то Экстрасенсов Нет Жалко Значит Сектор Губернатора Нам не надо Губернатора Не надо Продолжительность Жизни Это круто Скорость Извещения 10% Пойдет Так Так Вероятность Аномалии Продолжительность Жизни Вот это Неплохо И Губернатор Вот этого Берем С вероятностью Аномалии Так Назовем Его Сейчас Подожди Пока Ему черту Выберем Выносливость Перфекционизм Пускай Перфекционизм Будет Так Ну и что Звездные Звездные Нити Надо Добывать Так Научный Че Проектом Занимается Здесь Аномалия Этот Летит Не долетит Вообще Медленный Товарищ Бедняга Так Че ты тут Говоришь Ячейки Сооружений Ну и что Нужно Чтоб Эти Ребята Все Работали Население Нужно Чтоб Подросло Когда мы Там Традицию Изучим Бонус За стремление Уже Охота Посмотреть Третий Какой-то До Псионику Надо Брать Так Ребуч Четыре У нас Пропал Значит Надеюсь Он Появится Ведущая Ведущая Ученая Экстра Интуиция Слизень И ее Команда Инженеров Сработали На отлично Им удалось Аккуратно Поднять Корабль С планеты Идели Мар Б1 В верхние Слои Атмосферы Газового Гиганта Несмотря На возраст Этот древний Крейсер Отлично Сохранился И мы Смогли Запустить Его Двигатели Никаких Следов Команды Обнаружено Не было Мы Назначили Новый Экипаж И ввели Крейсер В состав Нашего Флота Крейсер Флоты Корабли Флоты Это у нас Крейсер Только Назовем Крейсер Так Что У нас По лидерам Нанять Можно Можно Значит Наймем Какого Нибудь Товарища Так Для кораблей Скорость Маневренность Флотилия Шанс Выхода Из боя Здоровье Корабля Вот Починка Есть Так Урон Орудий Давай Вот Это Здоровье Возьмем Пускай Будет Шанс Меньше Выхода Из боя Так И что Мы Куда Его Отправим Давай Вот Сюда Так Нет Приказов Нам Давай Вот Сюда Изучать Заброшенная Верфь Староид ЛР-9К-14 Был Выдолблен Внутри Изнутри Для постройки Звездолетной Верфи Впоследствии Верфь была Заброшена И Несколько Столетий Подвергалась Воздействию Вакуума Если Там И Оставалось Что-то Ценное Все Это Было Давно Растащено Однако Сама Конструкция Уникальна И ее Изучение Возможно Принесет Большую Пользу Отлично Так Это Где Это Здесь У нас Да Ну Давай Дальше Систему Изучаем Тогда Кстати Два Минерала Неплохо Так Кто-то Там Черту Новую Захотел Это У нас Кто Где Написано Чем Он Командует Вербовщик Мозговой Слизень Блин А где Он А Командует Врейдер Обшивка Не Нам Надо Вот Это Для Флотилии Кстати Говоря Надо Вот Эти Солнце И Эту Систему Исследовать Раб Пускай Туда Исследует Потом Сюда Исследовать минералов у нас по-прежнему очень мало так то построить можно будет попробовать дуговую печь построить или что там надо не забыть так изучил аномалии нету давай вот сюда наш 13 цепочка событий кладбище тиянки вкусная приманка строительство приманки для тянки системе тион орд завершено позарившись на питательные газы из распылителя стражи кладбища покинули свой пост благодаря чему наши ученые незаметно проскочили меж щупальцев и достигли кладбища интересно ух ты так и что теперь раскопки да ну надо систему надо строить тут форпост 135 влияние давай сразу строим признаки жизни намаляет хорошо а кто-то отходил пару минут значит надо вспомнить на чем же остановились ладно просто снимаем с фаузы в общем спасательная экспедиция ученый перфекционист направляется выручать корабль ребуч 4 надеюсь он его найдет усмирение кристаллов так что там совет появилась ячейка в совете это прям замечательно так указы у нас тут показаны база плюс 10 правитель плюс 20 фонд указов это отдельный и статичный пул единство для поддержания указов если содержание превышает размеры фонда будет использоваться и обычно и не вот оно что от размера государства сильно увеличивается вот эта вот стоимость так на новую надо программа выбрать совету что у нас тут есть реорганизация пока не надо распростерты объятия рост поселений объем торговли это не то разум превыше материи телепатия начать изучать нет так общество это для единства подготовка лидеров не очень интересно высокие стремления так но я не знаю или единство взять или для псиоников давай возьмем единство что ли пускай буду так места в совете так кто это будет у нас кстати говоря рассказчик у нас от какого-то от какой-то гражданской модели вот от героического прошлого а министра возвышения что дает единство 2 процента не знаю что здесь он дает прирост опыта и привлекательность принципов ну пускай будет рассказчик то и кого мы можем взять кто у нас может его занять но надо кого-то кто с должностью точнее с бонусами для совета вот урон платформы вместимость флотилии аж 15 процентов так что его стоит брать тем более он наследник но не знаю этих не охота а всяких чиновников там пища зачем мне пища это не надо так ученые пускай не сидят в кораблях зачем их сюда этот что у нас делает управляет второй колонии пускай сидит и управляет что там пища тоже управляет рейдер этот чо управляет колонии 1 этот и так министр этот исследователь бессмертный причем самая кайфовая черта министр обороны вот первый командует этих даже смотреть смысла нет берем наследника это самое лучшее экстрасенс вот идеально вроде как увеличилась точно не заметил не успел посмотреть вроде как должна увеличится была вот эту вместимость так какой-то контакт цепочка событий предтечи вультаум вультаумский спутник создает особый проект спутник небольшой вультаумский спутник был обнаружен на орбите планеты эльдерак один он был настроен на бесконечную трансляцию одного и того же послания пока источник питания иссяк окончательно несколько миллионов лет назад мы изучили передатчик но сообщение почти не сохранилось насколько можно судить послание было записано для того чтобы обращать окрестные цивилизации вультаумскую веру нам говорится о необходимости отключения и вкушение истинного бытия чтобы это не означало это нам надо изучаем так чё там с флотилиями у нас фрегатов 5 спейсборн косморожденная форма жизни обнаружено так строит наконец-то сейчас будем сразу строить добывание и наблюдательную станцию так загадочные обитатели космоса пускай следует дальше так все построили давай добывающие и наблюдательную а крепость мы будем улучшать сразу звездный порт делать 46 у нас есть я все забываю про минералы что про сплавы что нужно дуговую печь попробовать построить и надо было еще посмотреть сколько размера прибавила нам ну вот эту систему от систем прибавляется размера так тут у нас раскопки и научная станция классная так как то у нас раскопками займется а этот спутник у нас а этот спасает у спутник закончит это же у нас археолог и пойдет на раскопки так а где аномалии у нас нашлись здесь до здесь а а но это я помню в каком-то происхождении происхождение у меня было зарождение манифесте там кому даже реликвия какая-то в конце была мире колония 1 охвачен протестами многочисленные и весьма пестрые толпы собираются в поддержку исключительно несерьезных вопросов от права на проведение публичных танцев в финансовых учреждениях до расцветки наших оборонительных платформ протесты носят мирный характер но шум который они производят затрудняют работу части гражданских служб мира колония 1 однако общество в целом не испытывает никаких неудобств а напротив наслаждается этими нелепыми демонстрациями это зараза и ресурсов минус 30 процентов ну ладно зато счастье будет счетом колония 1 у нас артист еще один появится можно принципе что-нибудь строить еще у нас там по расчистке не изучено наверное жилья нету кстати говоря о обнаружено гравитационная буря вот и первый звоночек диана а вот он читаем значит да иди ты что ты сканеры зафиксировали космическую бурю и определили ее тип гравитационная буря мы назвали ее тайфун наш гирк это буря вызовет разрушительные последствия в колониях и затруднит экстренные сверхсветовые маневры для флотилий настоятельно рекомендуем заранее принять меры сильные гравитационные возмущения вызваны этой бурей затруднят действия флотилий и чем больше корабли тем большему риску они будут подвергаться тем не менее наши колонии смогут обернуть эти экстремальные условия себе на пользу повысив эффективность ряда производств каких производств ничего не ясно так это понятно аномалия понятно а а что делать то что с ней делать силовики увеличат производства жрец увеличат производства это планетарные модификаторы так товары плюс один энергокредиты плюс один содержание фермеров шахтеров ишемесячное опустошение насколько найти будет интересно а срок существования 2 и 2 так чё там риск повреждения при экстренном сверхсветовом маневре плюс 60 процентов колонии на три года получат следующий модификатор зависимый зависящий от силы космической бури гравитационная нестабильность стоимость района и сооружения от 25 до плюс 100 процентов единство от видов деятельности жрец от 25 до плюс 60 процентов увеличится о у содержания базы наверно уменьшим скорость прироста тоже нужно конечно но и содержание пока возьмем а так автопушка городской район жилье добавляет добыча ресурсов давай возьмем пускай будет кристаллы эти наконец-то так археологический проект завершён а это про спутник наши археологи и инженеры тщательно изучили в ультаамский спутник и сообщили что никаких полезных для нас технологий он не содержит зато в результате проделанной работы мы стали куда лучше разбираться в основах в ультаумского языка программирования теперь нам будет проще расшифровать поступающую информацию так куда-то я хотел его отправить ребуч 3 раскопки так на раскопки и что у нас протесты в мире колонии один прекратились также внезапно как и начались вокруг них ходят самые разнообразные слухи но во многих из них фигурирует группа под названием манифесте похоже это загадочное объединение несет ответственность за ряд провокационных художественных объектов последних лет их темы всегда были такими же сомнительными как и лозунги протестов на мире колония 1 но арестовать зачем единственности более нету так что пускай веселятся там разберемся так социология вместимость флотилий можно взять нужно квадрат расчистить у нас один есть такой да ё-моё что ты паузу давай провести инженерный анализ малых артефактов а поглотитель энергии и обшивкой жгутика мебы вон сколько всего давай короче квадраты не к спеху вот эту всю фигню поизучаем жгутик поглотитель пускай изучают и аномалию потом поизучаем наука слабенькая у нас конечно так систему изучил аномалию давай там и шах и и их аж 3 этих аномалии так кто-то там перемещается у нас так какой-то первый контакт до сих пор наши попытки побольше узнать о чужих рог были тщетны мы легко пришли к выводу что они являются некой формой технологически продвинутой цивилизацией но более ничего нам узнать не удалось похоже они предпринимают немало усилий чтобы не мы никто либо другой не смог перехватить их сигналы поэтому пока нам удалось расшифровать лишь малую часть их языка однако изучив собранные кусочки сведений наши лингвисты уверены что смогут расшифровать этот язык если мы будем им больше добудем им больше образцов было выдвинуто предложение получить информацию более агрессивными способами кое-кто мог бы назвать это взломом если чужаки нас обнаружит то вряд ли обрадуется мы попытаемся взломать их базы данных и побольше узнать о них если чужаки обнаружат наши попытки они наверняка разозлятся попробовать нет ну давай попробуем что поделать о эти же чужаки ведут себя враждебно соблюдать осторожность чтобы обнаружили нет не понял и кстати картинка это какая-то раз которую я создавал так систему изучил поехали аномалия две штуки а и а и 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 Геотермальные системы. Размеренный грохот, слышимый с орбиты, происходит из-за движения огромных древних геотермальных экстракторов, работающих на последнем издыхании. Машины, построенные и затем покинутые еще в далеком прошлом, постепенно разрушались, но продолжали выкачивать перегретую жидкость из ядра планеты благодаря своим мощным батареям. Накопительные конденсаторы сломались или потекли, но из них по-прежнему можно извлечь какую-то энергию. Ух ты, 20 тысяч энергии. Ой, две тысячи. Кстати говоря, у нас ресурсов уже скоро надо будет бункер строить. Восемьдесят восемь сплавов. Не знаю, есть ли смысл вообще строить дуговую печку эту. Так, здесь, по-моему, расплавленный мир есть. Да, сюда. Полтора года еще и все. Так, что у них там сила флота? 1600 уже? Так, станция наблюдения. Так, первичный бульон. На поверхности Луны Хигма-5А в защищенных карманах скрывается насыщенная смесь простых органических соединений, которая, по мнению наших исследователей, может быть центром развития абиогенеза, спонтанного образования органической жизни из безжизненной материи. Хигма-5А имеет весьма плотную атмосферу, что могло сделать эту планету пригодной для простых организмов. Конечно, это уникальная возможность исследовать ранние этапы зарождения жизни, однако не стоит ждать слишком многого. Могут пройти миллионы лет, прежде чем жизнь естественным путем эволюционирует на Луне Хигма-5А, если это вообще случится. Так, нет приказов. Тогда давай солнце изучаем. Так, токсичная биологическая промышленность. Источником признаков жизни, обнаруженных в токсичной атмосфере мира, брус там 3А, оказались колоссальные полуорганические машины. Похоже, именно эта инопланетная промышленность несет ответственность за ядовитую атмосферу и при этом продолжает работать. Других признаков жизни в мире не наблюдается. Кажется, создатели машин просто бросили их на произвол судьбы. Мы не до конца понимаем их назначение, но их изучение, несомненно, расширит наше познание в инженерии. Удивительно. Сплавы. И... Ну что нам? Какая-то система вообще? В принципе, что можно сплавы добавить. Пригодятся, может быть, там и звездные нити еще есть. Значит, эту систему надо будет потом заполучить. Так, еще аномалия там. Лучше раз хрюкнуть, чем сто раз услышать. Цепочка событий зарождения манифести. В наших центрах искусств и образовательных учреждениях распространяется подрывной диалект. Своим возникновением он обязан очередному проекту манифести. Лингвисты отмечают, что в этом так называемом хрюкоязи все слова, связанные с экономикой, изменены на выразительное похрюкивание. Но что хуже, многочисленные и весьма пестрые оскорбления в этом языке происходят от имен видных военных деятелей. Это вызвало многочисленные жалобы со стороны их родственников. Пусть следим за ситуацией, чё? Пускай угорают. Гигантский скелет. То, что мы ранее считали горными хребтами в южном полушарии планеты Сайховис-3, оказалось колоссальным скелетом одного единственного существа неизвестного происхождения. Возраст костей оценивается в 3,4 миллиарда лет. Но наши ученые утверждают, что на планете Сайховис-3 не могла зародиться такая форма жизни. Ведущая ученая Extra Intuition Sleasing подготовила особый проект, чтобы попытаться разгадать эту тайну. Великолепно. Конечно, проект надо изучать. Но пускай аномалию еще изучит там. Так, что насчет дуговой печки, братан? Так, вот маленькие. Вот я одну построю, а сколько будет он? Месторождение дуговой печи 7. Это потенциал показывает. Тоже 7, тоже 7. Не знаю. Тыкниг, ладно, пускай строит. Так, социология, генные клиники. Что нам дают деятельность Медик? Медик. Скорость прироста поселений. Увеличивает пригодность планеты. Ну что, интересная тема. Пускай генные клиники-то изучат. Так, а что там по журналу у нас? Изучение скоро закончится. Еще вот изучать. Это только долетел, что ли? Я не могу понять. Он изучает хоть? РОБОТ БУНКЕР Мы отследили необычное электромагнитное излучение, идущее из секретного подземного бункера на планете Сайховис-Б1, в котором скрывается мегакомпьютер размером с боевой корабль. Наши исследователи подозревают, что он мог находиться там в течение нескольких тысяч лет, усердно решая одну очень сложную проблему, природа которой нам до сих пор непонятна. Когда экипаж корабля попытался наладить контакт с компьютером, они обнаружили, что этот комплекс, казавшийся заброшенным и незащищенным, на самом деле имеет систему безопасности под управлением ИИ, высшей целью которой, похоже, являлась необходимость поджарить любых посетителей заживо. После того, как экипаж одолел ИИ, тот отправил сообщение неизвестному адресату. Ну, разобрать на части звучит странно. Так. Используйте его для ускорения собственных исследований. Для этого требуется отключить ИИ, поддерживающий комплекс в рабочем состоянии. И тогда, в ближайшее время, компьютер выйдет из строя. Так, а тут что? О, единство. Может, единство взять? Давай единство возьмем. Так, тут у нас проект есть. Изучаем проект. Какой там гигантский скелет. Так, сейчас у нас откроется бонус за стремление. Бонус. Наконец-то почитаем, что у нас там открылось. Так, значит. Интересует нас псионика. Где она? А, это же надо ветку целую взять. Или нет? Псионика это здесь, в традициях. Так, надо запомнить, что нам нужно из недоступных, и что для них нужно изучать. Детоксикация. Это нам не надо. Совместимость с шагами не надо. Экуминополис. Так, пока не надо. Вот чудеса галактические точно надо. Это нужно мега проектирование. Мега сооружение надо. Мастера-строители. Вот, рожденные в пустоте. Это у нас орбитальное поселение. Технология нужна. Галактический соперник. Три бонуса для стремления. Надо выбрать вечное бдение. Это у нас для обороны. Защитник галактики. Это для кризиса. Меняющие миры превращать в идеальные миры. Колосс. Это нужна технология титанов. Это и бонуса. Нигилистическое владение. Это лидерская тактика. Космогенез и кризис нам не нужен. Архиоинженеры тоже не нужно. Общая судьба послы. Трансцендентное обучение. Два ученых добавят. Так, исполнительное рвение. Фонд указов сотка. Но пока нет надобности в этом. Во! Имперская прерогатива. Размер государства от планет. А сколько планеты вообще размера дает? Два чиновника. Так, господственно-природное. Это нам вроде не надо. Сакральные миры. Это вот говорят для спиритуалистов. Классно. Это, наверное, решение. Сакральный мир. Попробовать? Нет. Освоение пустоты. 5 бас. Межзвездная власть. Проекция сил. Загадочные технологии. Тоже не надо, владыки войны. Это тоже не для этого. Или сакральные миры, или имперскую прерогативу взять. Возьму сакральные. Мы же хотим псиоников делать. Попробуем что-нибудь сакральный мир сделать какой-нибудь. Так, а где мы можем сделать сакральный мир? Вот тут, к примеру. Сакральный мир. Что нам нужно? А, колонизированный нельзя осветить. Ну, сейчас, значит, другие попробуем. Знания об Эльвратах. Сначала это было неочевидно, но недавние исследования, проведенные на Репуч-2, похоже, привели к прорыву в текущем исследовании таинственных Эльврат. Судя по отчету, полученному научным сообществам на планете Реп. Отлично. Так, добавляет этот мир к нашим сакральным мирам до трех, повышая привлекательность принципа спиритуализма, общеимперские блага и производство единства, в зависимости от духовного значения планеты. Продолжение следует...